Ребята, всем привет! Привет! Ну вот, значит, собственно, настал наш долгожданный день, когда мы начнем заниматься стропилами. Дело в том, что для нас это дико сложно. У нас стропилы всегда получаются через раз, скажем так. А почему они у тебя получаются через раз? Да, потому что мы делаем все через шпу. Мы рукожпушники, короче. Дело в том, что нельзя нам сделать, как делают нормальные люди. То есть мы будем делать двухскатную крышу, но скат нашей крыши, он не подойдет. Дело в том, что наша дверь, она слишком высоко. А вернее, наши потолки, они слишком низко. И если свес крыши, там сделать его хотя бы сантиметров 20 или 30, то наша дверь, она просто не откроется. Поэтому сейчас будем включать мозг, что-то думать, что-то придумывать. На самом деле мы уже придумали. Мы сделаем крышу очень непонятной, непростой и не очень симпатичной конструкции. Но зато у нас не будет проблем с открыванием двери. Так что пойдемте, сейчас вам покажем. И расскажем. Блин, что делать, честно говоря, вообще не знаю. Остается только одно. Остается сделать двухскатную крышу, но только скаты будут не одинаковые. А один будет совсем длинный и у него будет совсем небольшой угол. А второй будет чуть ли не 90 градусов. Ну, конечно, не 90 градусов, но угол у него будет очень большой, а сама стропила будет очень короткая. Короче, я сейчас покажу. Ребят, только не смейтесь, пожалуйста, ладно? Значит, мы сейчас постараемся сделать вот что-то похожее вот на этот чертеж. Как видите, один скат у нас совсем коротенький, а второй совсем длинный. И конек у нас находится не посередине. Дело в том, что с одной стороны у нас нам будет мешаться дверь, а с другой стороны нам мешается наш свес крыши, который у нас там на полметра выпирает. Это еще осталось нам наследство от каркасника. Чем хочется похвастаться на этом ужасном плане? Да и, наверное, только тем, что высота... Ой, тень, как неудобно. Высота нашего конька всего лишь 40 сантиметров. Это сделано не случайно. Во-первых, и самое главное, у нас получается наша ферма. То есть вот, она идет 280, плюс 220 и плюс 900. На одну ферму мы тратим ровно одну доску. Это очень круто. Так, ну и давайте сразу оговорочку для тех, кто уже начал строчить непонятный комментарий по поводу того, что у тебя угол крыши слишком низкий, она у тебя рухнет. Ребята, стропила специально, в отличие от стен, будут 150, а не 100 миллиметров. Плюс расстояние между стропилами у меня будет 50 сантиметров. Всего лишь 50 сантиметров. Специально, на всякий случай, такой вот усиленный, блин, каркас, потому что такой маленький угол наклона. Вот так вот. Юлька у нас здесь вышивает. Покажи, что вышиваешь. Между прочим, у нее тоже есть свои схемы. Блин, ну нет, у меня есть схемы. У меня, слушай, красиво получается, здорово, прикольно. А я, короче, весь извелся. Я просто в дикой панике. Все меняется прям сразу же на стройке. Дело в том, что мне сейчас в последний момент влетела мысль такая в голову, так как вообще не остается места, чтобы сделать козырек над крыльцом, мы сейчас попробуем нашей крышей, которая будет, нашей верандовой крышей, сделать еще навес над крыльцом. То есть вообще, короче, сейчас все поменяем. Надеюсь, что получится. Хорошо, что досок немножко с запасом взяли. Так, вот этот вот коротыш, который у меня торчит, по сути, на 40 сантиметров, это мой конек. Так, ну вот получается пока что какая-то шняга. Мы их сейчас просто наживили. Расстояние я пока что оставил метр. Дело в том, что я не очень уверен, что мне хватит досок. Поэтому сейчас вот здесь вот между ними метр. Единственное, что прикольно и что реально очень нравится, это то, что... Ай, ветер пошел. И это то, что в этой системе стропил не будет посадочного места и не будет запил на маурлате. Это очень, блин, как-то радует. Потому что у меня они всегда получались только с 10-го раза, и то абсолютно случайно. Потому что треугольника Свенсона у меня нет, с геометрией у меня напряги. Ну, как-то так. Да, блин, опять это как-то так, заебал. У меня нет треугольника Свенсона, но зато у меня есть шампур. В принципе, то же самое. Он прекрасно очерчивает углы. Ну, смотрите, вот эти вот балки у нас будут идти внахлёст, как и все. Кроме вот этих. Потому что здесь у нас будет потом фронтон зашиваться. Нам нужно, чтобы они были все в одном уровне, да, понимаете? Поэтому пришлось сделать запил. Видите, как прямо и круто. Как умею уж, извините. Так, в чем дело? Сначала я паниковал то, что у меня остались вот такой вот уголочек. Что за тема? А потом, короче, понятно. То, что когда пропил-то пойдет вот так, и этот уголочек спилится вместе со стропилой. Так же, как и на всех остальных. И то же самое вон там вот. Вон Юлька Конёк, покажи народу. Видите, тоже я сделал запил уровнем, отмерил вот здесь вот. И у меня вот эта хреновина стала слишком высоко. Тоже паниковал, паниковал. Но потом понял то, что вот это просто будет спиливаться. Так же, как и все стропила. Чтобы обрешетка шла, естественно, на одном уровне. Так что такие вот, собственно, дела. Это все, естественно, держится на соплях. Увидите щели, не переживайте. Все еще будет забиваться, пробиваться. И так далее, и так далее. Ой, большое лицо. Осень. Осень, друзья мои. Вчера была адская жара, светило солнце. Сегодня погода испортилась. Сейчас у нас здесь дикая витрина. Поэтому, ребята, сейчас я, наверное, заранее извинюсь. Потому что наверняка будет задувать так, что ни хрена слышно не будет. Но доделывать-то это надо как-то в любом случае, блин. Что делаешь-то? Протягиваем, затягиваем шпильки. Протягиваем и затягиваем шпильки. Затем. Затем, да, чтобы она была вот такая вот прям мощная. Чтобы ей было вообще, блин, ничего, ни почем. Вот прям. Подтягиваться даже можно. И все. Так, тяжелая артиллерия. Но теперь будет точно все по уровню, по ГОСТу И как обычно всегда это делается Чего? Ну да, да, да Ну, очевидно, одного болта, конечно, недостаточно Но мне кажется, куда, блин, больше Тем более там столько гвоздей Я не знаю, килограмм гвоздей ушел только на стропила А вот здесь вот, где конек Где будет фронтон, я сделал вот так Выглядит, конечно, ушлепски Но, блин, держится это за тонны века А это, наверное, главное И потом это все равно видно не будет Здесь все пришлется, зашьется Может быть, когда-нибудь у нас даже появится крыша Но не факт Так, и получается у нас вынос крыши здесь Где веранда 50 сантиметров Где дверь у нас будет метр тридцать Потом мы сделаем здесь вот такое вот еще крыльцо Чтобы можно было и туда, и туда ходить Для этого нужно будет перевесить дверь К сожалению Ну, а, собственно, вот так вот Все доски у нас идут нахлест Как я говорил, нет у нас никаких посадочных мест Ну, единственное, только вот здесь пришлось немножко повозиться И повыпиливать, да Ну, вот такие вот дела Для беседки, размер которой 2,5 на 3 Даже 2,30 на 3 По-моему, крыша не то, что мощная А дико мощная Так что, наверное, все Наверное, да Так, сейчас Ребята, а теперь нам нужно с вами сделать вот такой вот запил Чтобы не только она вот здесь вот крепилась А полностью села Сейчас расскажу вообще способ Самый наэлементарнейший Самый обычный, самый простой Мы берем угольник Делаем здесь 90 градусов И самое главное Чтобы верхняя часть касалась нашей линейки И теперь замеряем вот это вот расстояние Чему оно равно Вот так вот берем У меня получается 14 сантиметров И теперь нам нужно вот здесь вот Найти эти 14 сантиметров Смотри, ты не можешь запомнить, что ли? Нет Вот 14 сантиметров Вот он Сволочь Я запомнил Все И теперь вот отсюда Вот досюда Мы вот просто так вот прочерчиваем линию И она вот сюда вот вообще идеально ляжет Так И получается И получается у нас вот такая вот шикарная, идеально ровная Хрень Блин, это че вообще такое, а? Че ты сделал? Это вот я тут Для кого лестница, да? Че? Чтоб ты не сделал? Шикарная тема, блин Редактор субтитров Корректор этой субтитров Корректор этой субтитров